Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали предложенное в прочтении зачала Недели Святых Прадедц. И в нем говорится о очень важном для нас, имеющем чрезвычайное значение откровения, что каждый из нас находится в мире не случайным образом, не просто так, а с некоторой целью. И цель это войти в Царствие Небесное. Как говорит в притче Хозяин Пирослуге, да наполнится трапеза моя. Притча, понятна каждому. Сквозь призму произошедшего в мире, я имею ввиду некогда данного откровения избранному народу и исполнения этого откровения, исполнения всех пророчеств, связанных с ним. Мы видим, что среди народа, призванного к исполнению откровения, нашлось немного последователей, истинных, тех, кто услышал зов Божий и откликнулся на Него. Ибо того Господь, видя, что так произойдет, сегодняшняя притча объясняет нам следующее, что придет время, когда Хозяин Пирослуге расскажет, вот ввели мне тех, кого можно было вести, и многие не пришли на Пир. Пойдите и возьмите всех, кого только сможете привезти. Убедите всех. И, как мы видим, многие народы, помимо некогда избранного народа, народу, в котором была оказана великая честь быть избранным, это не дает ему никакого преимущества среди прочих народов. Он не лучше, не умнее, не привлекательнее. Он просто избран для определенной цели. Я говорю сейчас о еврейском народе. Это не делает его каким-то особым народом. Просто на него возложена эта функция. Функция, которую он должен выполнить. Но сам Господь, придя во исполнение этого пророчества, во исполнение избранности, констатирует факт, что избранный народ не готов пойти за ним, на небо. Ему гораздо проще, ближе, приятнее, радостней, нужнее этот мир. И его постоянная забота о материальном. Как сказано, да, позвал хозяин пира тех, кто был самыми близкими ему друзьями. И один из них сказал, я купил село, и в связи с этой тратой великой мне нужно это село исследовать. И я не пойду к тебе на пир. А другой сказал, а я купил несколько пар отменных валов, и мне нужно их испытать. И я не пойду к тебе на пир. И третий сказал, а я приобрел жену, и мне нужно с ней быть, а не с тобой. И Господь задается вопросом, кто же пойдет в Царствие Небесное? Кому же оно на самом деле нужно? Все отказались, кого звали. И говорит хозяин пира, слуги, пойдите на улицу, кого найдете, того и возьмите. Пусть это будут нищие, бедные, хромые, слепые, увечные, кто угодно, лишь бы моя трапеза не пропала. И так и случилось. Народ избранный, народ, который кичился своим избранием, оказался не готов, чтобы понести пресс Христов. По большей части. А прочие народы понесли. И славянские народы, и кавказские народы, южные, и северные народы, и с запада пришли и с востока, и понесли крест Христов. А избранный народ остался ни с чем. Эта притча напоминает нам о крайне важном факте нашего с вами существования. Мы существуем не случайно. У нас есть определенный смысл бытия. Прекрасными словами, иллюстрирующими этот смысл, является одна из проповедей Архимандрита Иоанна Крестьянкина, когда он говорит следующее. Изгнанники рая не для того Бог послал нас в мир, чтобы мы отдавали время красотам этого мира. Не для того, чтобы мы наслаждались этим миром, а для того, чтобы мы нашли путь обратно на небо. Понимаете ли я, в чем великий смысл и притча этих слов? То, что у каждого из нас есть путь на небо. здесь остаться, отдаться этому миру и его красоту совершенно несложно. Живи, как все, поступай, как все, думай, как все, и делай все, как все. Больше ничего от тебя не требуется. Живи по заповедям этого мира, ищи свою выгоду и приобретай ее. И ждет тебя успех, человек. Ты будешь гражданином этого мира. Но на небо с этим багажом тебе будет закрыт. Ты не продащишь туда этот багаж. Слишком тяжелый багаж для того, чтобы можно было его взять с собой на небо. Поэтому путь на небо открыт для тех, кто расстается с багажом этого мира и с законами этого мира, кто поступает вопреки, любит ненавидящих, помогает нищим, привечает отверженных и так далее. Не ставит себе памятников при жизни, да, и после смерти тоже старается не о своем имени. Очень важный момент, да. Мы сегодня находимся в некотором прещении, да. Это прещение настолько велико, да. Некоторые люди очень сильно оторвались от реальности и перестали связывать себя с окружающим народом. И вот бывает так, что какой-нибудь меценат говорит, надо что-то сделать великое, давайте поставим серию памятников какому-нибудь деятелю или какому-нибудь писателю или какой-нибудь группе каких-нибудь писателей, да. Ведь это так нужно. Хочется спросить у него, человек, неужели ты настолько обезумел, что ты вместо того, чтобы увидеть рядом с собой живых людей, нуждающихся, страдающих, чающих хоть какого-то утешения, ставишь бронзовых истуканов в несколько человеческих ростов величиной, кому это все нужно? Это даже мертвым не нужно, не то, что живым, просто не нужно. Все это наследие не стоит и одного страдающего в этом мире. А есть такие страдальцы, на которых все держится. Не нужна вся эта бронза и мрамор и все остальное великолепие и благолепие. Все это тлен и пахнет мертвичиной. Подходишь к какой-нибудь памятнику, просто трупный запах, мертвый камень, мертвая сталь, мертвая бронза, ничего нет живого. Потому что неживотворим. Духа нет в этом. Если бы хоть немножко люди разумели, как велико стоит незаметно помочь нуждающимся. Хоть немножко бы разумели. Но ведь неживотворим, и надменно надменно они пытаются построить новый мир, который никому не нужен, от которого ни тепло, ни светло, ни радость. Мир своему имени, имя которому Вавилон, тот самый Вавилон библийский, который пал. сказали люди, мы построим себе имя, и это имя будет великим. И Творец рассыпал все их замыслы, потому что ни имя, ни величие не имеют смысла. Имеет смысл только одно, использовать время так, чтобы найти путь Царствие Небесное. В этом есть великий смысл. Изгнанники рая это прекрасные слова. Изгнанники рая они отрезляют и напоминают нам о нашей участии. Вы еще можете зайти туда, где вам уготованы места. Вы еще можете потрудиться для того, чтобы не прошли ваши дни напрасно. что толку смотреть на мертвецов, что толку с ними пытаться найти общий язык. Они мертвы для Царства Небесного. Вспомните слова Господа. Оставь мертвых погребать своих мертвецов. В Царстве Небесном нужны живые, те, кто умеет страдать и сострадать, радовать и радоваться. Скорбеть и плакать со скорбящими вот такие там нужны, живые, а не имитация живого. Там это не нужно, там этому нет места. Поэтому другое притчо такого человека берут и выбрасывают из-за стола пера во тьму кромешную, потому что он чужой, он никчемный, он негоден там, ему место во тьме кромешное, потому что мертвое тянется к мертвому, а живое тянется к живому, в таком уж таком бытия. и вот это живое у нас себя обнаруживает делами неотмерными, делами духовными, делами, которые противоречат законам выгоды и себя любия. Противоречат, а не идут с ними рука об руку. Это крайне важно понимать, что путь на небо лежит через наше собственное участие. Всегда вас прошу обращать внимание на слова службы. Когда литургия служится, то говорится о присутствующих, что жертва приносится во исполнение Царствия Небесного. Что значит слово исполнение? Это значит наполнение, чтобы Царствие Небесное наполнилось причастниками. Посему и быть в стороне от литургии неправильно. Она и существует с единственной целью наполнить Царствие Небесное причастниками. Чтобы наконец-то оно наполнилось. чтобы притча эта совершилась. Все остальные смыслы, которые человек додумывает, они по значениям гораздо меньше. Что может быть выше стать телом Христовым? Что может быть выше стать самим Христовым? Ничего. поэтому сегодня в дне Рождественского поста я вас как раз и призываю об этом усиленно задуматься. Если нам с вами оказана честь быть таковыми, то что же мы от нее бегаем? Что же мы ее мимо себя пропускаем? Что же мы этим не пользуемся даром? Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова